сегодня поговорим о резиновых и латексных игрушках какие лучше первых мячиках мне очень нравятся игрушки из натурального латекса может быть их не такой большой выбор я например знаю только два испанских бренда кико ланка у нас был когда-то фирмы кико грибочек он будет настолько нежный что ребенок его нажимал до пища уже один месяц вот это вот второго испанского бренда игрушки может быть сейчас нет магазинах но вот мы приобрели закрывался какой-то склад участников можно купить по 100 по 150 рублей хотя вспоминаю что даже 20 лет назад они стоили в разы дороже то есть это еще доступно почему я начала искать эти игрушки расскажу потому что у моих деток было два мячика похожих только они были большего диаметра что-то среднее между маленьким вот таким и большим очень похожи вот на эти мячики дети их любили ребенок мог нажимать уже там в 4 в 5 месяцев мяч пищал вот начала искать аналог для мото и вот приобрела такой набор сейчас покажу его вот такие мячики они есть разных производителей разных торговых марок как выяснилось они годятся для купания но не годятся для игры может быть для массажа не годятся хотя для массажа мы их тоже не используем почему они очень жесткие вот была торговая марка на еще существует мир детства они к сожалению не производит такую продукцию мячик был побольше даже больше вот этого мячика у него было три вида дырочек маленькая средняя большая допустим был оранжевый мячик у него маленькие дырочки были белые побольше средние дырочки были желтые самые большие красные то есть многофункциональная была игрушка плюс ребенок просто обожал его огрызь сжимать вот пищал вот у нас остался с тех самых пор очень старый ежик он тоже по функционалу то есть ребенок может его грызть и он он пищит это вызывает восторг вот то что сейчас есть продажи к сожалению много разных наборов я посмотрел в том числе что у моих там знакомых есть они все очень жесткие мы с ними играем в воде но вот для игры ребенка самостоятельно и практически не годятся потому что ее интересуют эти дырочки нажимать она не может и не так интересно и даже захвату ребенка ладошка маленькой и неудобно захватывать поэтому я начала смотреть что же можно приобрести во первых оговорюсь сразу вот массажный мячик вот это вот это посмотрите вот этот приобретен в магазине в каком-то медицинском профессионально массажным тоже очень мягкий когда мы делаем массаж в ванной вот а вот этот мячик он жесткий он для массажа хоть они и указано как массажные не подходит вот я начала искать что же есть сейчас на рынке и нашла только вот остатки продукции вот кика то есть на авито приобрели честно говоря чем мне нравится эта продукция и а достоинства и недостаточно латексных резиновых игрушек во первых у резиновых больше многообразия но я не знаю более идеальная форму латекс на они вот все такие кривенькие раскрашенные вручную срок годности такой игрушки написано 10 лет их нельзя мыть горячей водой то есть если мы моим чтобы ребенок может вот грейс да и играть маленькие дети там лежат сосуд может нужно мыть чуть теплой водой с мылом и стараться очень часто не мыть потому что латекс портится это вот три основных недостатка но в то же время у них очень много достоинств но как бы бренд прикроешь чтобы это не было расценено как реклама вот такой мишка был у моих детей я сейчас приобрела еще вот такого замечательного паучка мы лишь откроем извините за шум мне чем нравится поверхность у латексных игрушек может быть абсолютно разная на массаж на это хорошо развивать да мы такого не видели еще не испугаемся него большие глазки ножки развивает мелкую моторику ребенку нравится нажимать еще вот например вот такая рыбка здесь вот у паучка у него как массажные не знаю даже как сказать как массажные иголочки да я мячик кстати называю ежиком желтый ежик мы учим сейчас цвета у рыбки чешуйка будут другие совершенно я смотрю кто-то откроем шумит немножко бумага будут немножко другие впечатления у ребенка то есть когда он ощупывает есть вот такая не знаю мне показалось что это какая-то овечка или какое-то животное написано котенок мими тоже был когда-то бургер на у нас тут большая коллекция и еще и нашла точно такого же ежика так вот по поводу гарантии 10 лет а о том что многие говорят там латекс портится покажу например да какие-то игрушки у нас ну честно говоря в доме исчезли потому что кому-то понравились кому-то подарили вот котенок мими он просто испортился он слипся но прошло 10 лет я покупала эти игрушки около 20 лет назад скажем так вот ежику но так как его не мыли горячей водой я просто его периодически там споласкивала смыла ничего не сделалось вспомнила об этой фирме и ребенок у меня с ней играет где-то с трех месяцев и очень нравится что он маленький она может его сжимать а мне нравится что она еще и ручки себе массирует вот я нашла точно такого же ежика но уже уже современного по поводу качества для интереса решила найти в игрушках старые старые пустышки так вот сейчас мы практически не пользуемся пустышкой вот например вот этот производитель он сейчас производит ну даже могу сказать бренд все его знают от овент у них сейчас нет латексных сосок они отказались от латекса можно почитать в интернете почему это делают производители а вот у них сейчас пустышки только силиконовая потому что латекс как бы портится но вот в игрушках 20-летней давности пустышка точно такая же но латексная на самом деле но деле не выбросили дети играли вот они раньше с футлярчиками были к сожалению к современным не подходят с ним ничего не стало то есть вот он 20 лет пролежал хотя ребенок им пользовался а вот этот бренд я даже не помню что они по-моему никогда не производили может что-то типа нука тоже очень старая пустышка или 15 а вот в куклах тоже был в игрушках а вот он силикон и он на его надо будет выбросить потому что хоть она и силиконовая на испортилась можем взять например с современная резиновая какая-то вот штучка да она там светится даже нет я тебе не дам китайского производителя современный свежий экземпляр и он испортился он был белый он начал разрушаться там и может быть ему там пару лет а вот советский зайка резиновый да он закоченел но по большому счету он даже не разрушился даже можно играть то есть резина тоже бывает разная латекс бывает разную про резиновые игрушки у нас доме есть резиновые игрушки нам их подарили они конечно симпатичные да с ними хочется играть вот уточка есть для купания в ванне но вот нам сейчас 7 месяцев я не знаю в каком возрасте она сможет нажать на уточку хотя и пищалка очень нравится чтобы она сама ее нажала и с ней купалась уточка нравится да мы с ней купаемся от лягушка но пищать мы не можем и грызть их не так интересно они безопасны и они разнообразные они красивые но грызть их не так удобно а латексные вот уж мячик например он очень мягкий и при пищании классный лягушонок папа пи 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 пищи сама мячиком нет лягушонка мы давно не видели правда вот тоже мне подружка подарила вот такого зайчика сашу нравится тоже вроде бы современные тоже и резина такая довольно плотная но вот его еще как-то вот можно нажать такой вот слабый звук здесь идет все таки это уберем подытожим то что сказали резиновые латексные игрушки резиновые игрушки у нас есть дома но к сожалению из того что вот сейчас на рынке представлена некоторые производители наши российские перестали производить вот мир детства вот эти мячики для развития мелкой моторики и для массажа я просто не нашла аналогов поэтому мой выбор пал что саша будет расти сладкостными игрушками а может быть не такой большой выбор то есть мячики я сейчас покажу какие могут быть мячики мячик для мелкой моторики есть вот только вот с таким трехлистником на не разных цветов бывает очень мне понравился она сегодня весь день изучал эти ямочки легко нажимать пищит был полный восторг жалко что не записала эмоции есть вот такой мячик животными по моему там всего один и мячики разные спортивные там волейбольный футбольный они тоже с разным покрытием волейбольный мячик здесь эти кружочки кружочки и так понравилось что они мягкие безопасно для ребенка на самом деле резиновый мячик собака если дома она может сгрыть так у нас принципе и исчез мячик резиновый который был мир детства может быть он конечно от времени уже разрушился а вот такие латексные вещи их как правило собаки но сразу точно не разгрызут они довольно это то есть они когда свежие они не разрушаются их да нельзя мыть в горячей воде но можно помыть игрушку с мылом часто мыть да не рекомендуется то есть если вы сторонник что игрушки моете очень часто скорее всего латекс на и быстро разрушится а вот не не такой широкий ассортимент как у резиновых нет возможности там разных цветов возможно что-то приобрести я вот хотела мячики они там может быть двух трех видов когда-то были сейчас один только вот нашла только красный но у них очень много плюсов для первой игрушки во первых они если это большой мячик вот он абсолютно нет травматичный они очень легкие легко сжимаются пищат разные поверхности вот такие шуршавые для мелкой моторики их можно грызть они безопасны и самое главное они классных пища сейчас открою александре второго ёжика вот а насчет портится но портится конечно как любые игрушки я показал на примере резиновых портятся они со временем вот ёжик выжил 20 лет вот у нас будет новый ёжик старый ёжик он по-моему желтенький может быть немножко потемнел вот будут два ёжика 20-летней давности сашель довольна вот так что выбирая мячики обращайте пожалуйста внимание что вот на многих сайтах про массаж пишут массаж в ванной массаж когда мы делаем обычный раз по гимнастике массажный мячик вот этот вот приобретен в сети ортопедических салонов или в аптеке он должен быть мягкий для массажа нагибаться и даже ребенок у меня вот я 7 месяцев она эти иголочки может пальчиками наклонять если массажный мальчик мячик очень жесткий он на самом деле для массажа не годится он годится для игры в ванной можно вот так ну ладошки попереминать но для массаж спинки ягодиц плечевого пояса все-таки ищите мягкие мячи все спасибо давай всем скажем пока пока сашуль пока